У млекопитающих что-то к этой системе добавлено? На самом деле много добавлено. Во-первых, у млекопитающих, кроме первого насоса, возникает еще один насос. Сейчас покажу, как он работает. Про этот орган, во всяком случае, многие слышали, если не все. То есть почти наверняка думаете, что это орган, который до всех животных характерен. А вот и нет, только для млекопитающих. Сейчас покажу, что я и делаю в этом. Вот, грубо говоря, толстый человек. Внутри находится крупная пещера, в которой, собственно, и расположена внутреннего окна. Внутренняя полостела. Вот это стенки тела. Поштриховать нужно. А вот это внутренняя полость, целом. Так вот, у нас целом двухэтажный. Да? Как называется у человека верхнего, остальных млекоп передний сектор целома? Вот это что? Грудная полость. Да? А вот это что? Брюшная полость. А вот это перегородка между ними. Диаграмма. Совершенно верно. Классно. В грудной полости. Из крупных, не центральных органов, только два. Во-первых, здесь у нас легкие. Большую часть объема крупной полости занимает амин. Вот это пространство между легкими на медицинском языке называется средостенье. Самый большой окон средостенья – это сердце. Кстати, если вы думаете, что сердце у вас слева, то у вас обмануты. Вход в сердце, да, основание сердца, находятся стробы по центру руки. Окружку центральной линии. Влево – это развернутая верхушка сердца. Но она, так же, как и ботаники, люди безумные. Догадайтесь, какая часть сердца называется верхушкой. Нижняя. Знаете, вот эта вот заостренная часть называется верхушкой. Вот именно она развивает этот бренд. Хорошо, сделали. Кроме легких и сердца, что здесь еще? Ну, понятное дело, здесь пищевод идет, который пробил геофрагму и вводил крышную полость. Здесь идет трахея, которая нормой четвертого ребра располосна на норму. Муха, вот так, приятно, дошла. И здесь же проходят крупнейшие кровеносные сосуды. Отводящие крови от сердца и приводящие крови к сердцу. Все. Ничего трубого, грудной полости нет. Все остальное в брюшной полости. Во-первых, сразу в холде отправлено лежит губок. В правом подреберье весят большой сердце, снимает печень. Огромная 7-метровая трубка, свернутая сложными кольцами пищеварительная система. Почки, которые находятся не со стороны брюшной поверхности, а там, на спинной поверхности пещеры. Кстати, люди почему-то думают, что почки у них где-то совсем низко, в районе таза. Ничего подобного. Вот положение зеркалки. Вершина почки прикрыта последними ребрами. Да, кстати, по поводу положения диафрагмы. Сердца у всех позвоночных покрыты оболочкой, которая называется перекат около сердечной осуды. Так вот, перекат прирос в диафрагме. Даже не думайте, пожалуйста, что диафрагма у вас где-то там ниже линию пупка, а сердце вот здесь. Значит, перекат прирос в диафрагме. Хорошо. Сделали систему. Итак, рептилия дышит только за счет сдвигания, раздвигая рюк. Млекопитающие что-то придумали. Вот диафрагма. Диафрагма имеет полную кубку. К стенкам тела она прирастает примерно на уровне таблины. Вот так. Значит, стенки эту пупку, вот стенкам тела. А вот как лучше. В диафрагме, кроме соединительных тканных, много мышечных элементов. При этом мышцы расстроятся от вершины диафрагмы вот так, в зоне прирастания. А перед геометрией скажите, пожалуйста, что из себя представляет кратчайшее расстояние между двумя точками? Прямая. Прямая. Это понятно? Хорошо. Вот у нас длина мышечного элемента. Как будет меняться форма диафрагмы, если он начинает сокращаться? Уплощается. Раз. Еще короче. Еще короче. Еще короче. А вот короче, чем это. Можно сделать телевизор? Нет. Все. Все. Диафрагму выбрали полностью. И вот такое движение диафрагмы, при сокращении диафрагмы, как будет влиять на объем грудной полости? Увеличиваться. Увеличиваться. Ну, вновь ушло вниз. А как будет влиять на объем брюшной полости? Уменьшается. В результате, при брюшном дыхании, у нас с вами, что происходит? Диафрагма сжалась, давление грудной полости упало, а брюшное возросло. На это надо тратить силы. Скажите, надо ли тратить силы на выдох? А почему нет? Сами с собой даже котят не рождаются. Знает человек. Действие каких сил вернет диафрагму на место? Разумеется. Разумеется. Разность давления. При сокращении мы здесь давление повысили, а здесь понизится. Как только мышцу расслабили, что сделать разность давления? А выдох не только на место. И все. Обычный выдох не связан ни с какими затратными силами. Кстати, обычный юберный выдох тоже происходит без затрат мышечной силы. Допустим, я тело позвонка, а вот это ребро. Вот это суставы между ребром и телом позвонка. Так? Для того, чтобы ребра отвести от позвоночника, надо сокращать мышцы. Вот конец ребра приподнимается, стенки раздверглись. А что произойдет, если я просто расслаблю эту обувь? Чего взял и расслабил эту обувь? Силу тяжести. Силу тяжести. Разумеется. Значит, стенки грудной полости встанут на место, просто под действием силу тяжести. Поэтому вдох всегда явление активное, а вот обычные выдохи явление пассивное. Ну, правда, есть форсированный выдох. Вот сейчас я, допустим, говорю, а для того, чтобы произносить звуки, необходимо формировать мощную струю воздуха в районе голосовых связок. И вот здесь уже обычного выдоха недостаточно. Здесь необходимо форсировать. Есть мышцы, которые специально сжимают грудную полость в голову. Но это уже отдельная история. Да. А по-вашему, у вас что, все внутри гвоздень примет? У нас все внутри очень подвижно. Конечно, внутренние органы постоянно и скономерно смещаются во время своей ракуры. Представляете себе, что все просто приклеено или разложено по полочкам? Ну, ребята, это значит, что у него нет. Если у него все стоит строго на определенных местах. Ну, и теперь последний сюжет, который мы еще с вами проиграем. Дело в том, что при возникновении вот этих новых плёй, возникает большая неприятность. Значит, скажите, пожалуйста, а лягушки пережевывают свою добычу или глотают с лягом? Глотают. Глотают с лягом. А почему они такие ленивые? Желаете ли они? Очень. Глубок очень даже есть. Не просто есть, а очень даже есть. О, уже существенно интереснее. На самом деле, нёбы, конечно, есть. Только не то нёба, которым у вас в школе уничтожат. То, что вы у себя во рту называете нёбом, вообще-то грамотно называется вторичное нёба. Вот сейчас мы с этим разберемся. Вверху амфибия. Мы говорили с вами, что из глотки амфибии назад открываются две трубы. Ближе к спине это какая труба, номер один? Пищевод. А номер два это труба, которая куда ведёт? Какая? Нервная? Дыхательная система, отход в лёгких. Так? Хорошо. А теперь давайте подумаем, что произойдёт, если лягушка стала пережёгывать пищу. Да? Разумеется. При пережёгывании пищевой объект распался на маленькие куски и нагрепил жуёк, чтобы увеличить площадь контакта. Но при этом, если параллельно не останавливать дыхание, что произойдёт? Поток воздуха куда эти крошки затянет? В лёгкие. Ну и как всегда, войти в малую полость легко, а вот уйти из неё нельзя. По этой причине водичная пыль будет копиться не на улице, а в доме, если есть небольшая щель. Потому что полевая частица, залетев в комнату, останется там навсегда, сама по себе, без усилий хозяйки. Она не вернётся. Значит, в результате у амфибий единый объём ротоглотка. Пока есть ротоглотка, дышать, извините, дышать и жевать одновременно нельзя категорически. Рептилии, не все, но многие. В частности, та линия, от которой мы с вами происходим. Какое изобретение вводят? А посмотрите. Они строят пластину между верхним сектором ротоглотки и нижним сектором ротоглотки. В результате оно настоящее нёбо. Настоящее нёбо я сейчас вам покажу. Настоящее первичное нёбо. Вот оно, конечно. Вот я сижу в болтке у лягушки. Вот надо мной потолок. Вот эта потолок и называется нёбо. А когда построили вот эту пластину, вот оно, настоящее первичное нёбо. А как эту пластину назвать? Вторичное нёбо. В результате ротоглотка распалась на два сектора. То, что выше вторичной нёбо, будет называться полость носа. А то, что ниже вторичной, будет называться ртовая нёбость. Что теперь имеет гуся? А теперь имеем следующее. Значит, можно не останавливать дыхание во время измельчения пищи. Почему? Измельчение вот здесь будет происходить. Есть мягкая мышечная складка, язык называется, так? Которая не будет давать во время жевания пища выходить за рамки ограничения, уходить за территорию потолка. В результате, вот у вас камера для обработки пищи, вот у вас дорожка для воздуха. И обратите внимание, какая очень существенная неприятность. Воздух как должен пройти? Из верхней камеры, куда? В нижний путь или в верхнюю путь? В нижний путь. Вот вход в лёгкие. А еда из нижней камеры, в какой путь? В верхней или в нижней? В верхней. В верхней, перекрёсток. Вот это неснимаемое противоречие конструкции тетрофона. Есть у всех. Значит, этот перекрёсток находится в районе Глотки. Вот этот участок, Глотка, кстати, а вот номером 3 показано, что за отверстия такие. Вот интересно, с самого начала, внимательно или невнимательно сегодня слышали? Ноздри. Разумеется, от хаамы. Это наши внутренние ноздри. Помните, внешние ноздри – это дорожка из внешней среды воздухоносной пути. Хаамы – это отверстие из воздухоносных путей в Глотку. Вот они у нас где. Хорошо. Теперь в той бушке переходим к человеку. Классно. Ну, давайте смотреть. Всем всё понятно? Не очень. Ну, давайте посмотрим. Во-первых, вот это что ещё стоит? Вторичное нёбе. Вторичное нёбе разделяет два разных сектора. Во-первых, вот этот сектор образован костями черепа. В основном верхняя челюстная кость и ещё одна косточка, которая называется соша. Так? А вот этот вот краеш нёба – из волокнистой соединительной ткани со своими мышцами. Мягкое нёба. Зачем нужно мягкое нёба? Дальше вы анимацию увидите. Хорошо. Вот это что за выступ такой? Это язык. А вот эта чёрная пластинка, как чё такое? Подъязычная кость. Привушку вспоминайте. Подъязычная кость. Это оба зуба. Но вот эта пунктирная линия, на самом деле, очень важная. Это граница между полостью носа и носоглоткой. Вот это полость носа. А вот это носоглотка. Это совершенно разные штуки. Значит, носоглотка – это последний участок пищеварительной трубки. На самом деле, это продолжение пищевого. А полость носа выросла из-за этого прохода между костями черепа. У них происхождение-то разное совсем. Вот если вы вот здесь немножко ковыряете, то под слизистой оболочкой мышцы есть или нет? Нет, никаких мышц, конечно, нет. Кость черепа. А если вы вот здесь ковыряете? Мышцы. Мышцы, конечно. Это же голлотка. Носовой сектор голлотки. Здесь мышцы. Так? Почему важно это отличие? А вот почему. Вот здесь, в районе носоглотки, открываются каналы, ведущие из ваших глазниц. Во внутренних уголках глазниц находится слезная канава, по которым слезная жидкость стекает в носоглотку. Как по вашему чайку в сутки? Сколько слезной жидкости образуется? Два литра. А испаряется с поверхности глаза при этом, но от силы чайная ложка. А куда остальная часть слезной жидкости? Стекает по слезным каналам, так? И дальше рефлекторность глотуется вместе с слюной. Сюда же открывается евстахиевая труба из среднего уха. Зачем на при взлете самолет дает конфетки и жвачки? Да. А как конфетка может поменять давление? Ага, а смотри, в чем дело. Евстахиевая труба открывается вот здесь. Если у человека даже небольшой насморк, стенки системы покрыты слизи, покрыты слизи, в результате проход евстахиевой трубы оказывается забит. И воздух, который вот так циркулирует, не может по трубе свободно попасть в внутренний ух. Так? А когда вы глотаете, у вас мышцы глотки сокращаются? Да. При глотании сокращаются. То есть сокращается не только ротоглотка, а вся глотка, носоглотка в том числе. В результате, что с выходом из евстахиевой трубы? Представьте себе, вы взяли тюбик зубной пасты и сжали его. Что делает зубная паста? Полезла из тюбика. Залитая слизью евстахиевая труба, а стенки сжались. Что со слизью произошло? А ее вытолкнул наружу и прочистили проход. Можно обойтись, на самом деле, без всякой желтки. Просто сделать несколько глотательных движений и евстачивая труба, очиститься. Хорошо. А теперь смотрим, что же происходит при глотании. Как же работает система регулирования вот этой жизненно важной штуки? Вот те детальки, которые мы смотрели. Вот появился уже, допустим, измельченный, смоченный слюной пищевой объект. Он лежит на языке. Вот если он снестился вот сюда, в район корня языка, остановить глотательный рефлекс невозможно. Дальше все совершенно автоматически происходит. Значит, что, собственно, произойдет? Отсюда, от этих рецепторов, проскочит сигнал в глотательный центр продолговатого мозга, и центр начнет раздавать команды подчиненным. Первая подчиненная – подъязычная мускулатура. Видите, красненьким выделилась. Смотрим, что она делает. Смотрите, что делает подъязычная мускулатура с гортанью. Так, вот исходное положение гортани. Куда она подтягивает гортань? Вверх и вперед. Вверх и вперед подтягивает. Что при этом происходит? Обратите внимание, гортанья – такой, ну, грубо говоря, цилиндрик хрящевой. А над ней висит крышечка над гортанью. Вот так. При этом верхний кусочек над гортанью закреплен неподвижно. Он не имеет права двигаться. А связь с гортанью гибкая. Ну и смотри, что произойдет. Вот система вот так. Тот гортанья открыт. А теперь сама гортань стала подтягиваться вверх и вперед. Раз. Что делает над гортанью с ходом гортана? Перекрывает, конечно. Вот так срабатывает этот клапан. Закрывающий проход в траке. Смотрим еще раз по кадрам. Это подъязычная мускулатура приподнимает и двигает вперед гортань. В результате над гортанью закрылся. Все, дорогу в траке и заперли. Теперь. А теперь срабатывают мышцы языка. Язык работает как кузов самосвала. Он поднимается вверх и опрокидывается назад. В результате то, что лежит на языке, куда девается? Выталкивается в район рот уголки. Классно. А вот теперь, внимание, включились еще два действующих лица. Язык отработал свою роль. Но обратите внимание, как себя поведет сейчас вот этот участок, мягкое небо. Смотрите, что он сделает. А зачем? Кто понял? Чтобы не было вдоха. Да не в этом дело. Если в этот момент. Вот вам наверняка говорят родители, не болтай с жаритой. Значит. Говорит, произносить звуки мы можем только на выдохе. А теперь смотрите. Вы за едой, вы глотаете. И в это время вы собираетесь произнести звук. Так? Делайте сознательные усилия. Рефектурная система очень уважительно относится к вашему сознанию. Поэтому к приоритету осознанная программа. Глотание не закончилось, а выдох начался. Вопрос, куда денется пищевой объект? Чего? Выдох начался. Вдох начался. Да вот его дорожка. Он нас в носу застрянет, и потом его фига тут доставишь. Так? Значит. То есть это клапан, предохраняющий носоглотку и носовой ходы от попадания пищевых объектов. Ушел вверх. Клапан достаточно надежный, но не сверхнадежный. Если вы, зацепившись ногами, повисите на турнике головой вниз, то в этом положении разжевать и проглотить кусочек яблука может. Вполне вылезный. А вот попытка напиться, к чему приведет, вы висите головой вниз. Разумеется, вода пойдется из носа. Почему? А потому что здесь не достигается герметичного перекрытия. Щелочки-то остаются. И если вы перевернулись, и полость носа оказалась ниже, чем ртовая полость, ясно, что часть воды вот так дойдет. Хорошо. Ну и, наконец, стало формироваться вокруг пищевого комка вот это кольцо, которое, посмотрите, как себя поведет. Вот оно сжимается. И дальше. И дальше от глотки до самого желудка пойдет волна сокращений, проталкивающая пищевой ком в сторону желудка. Ну а сейчас посмотрим на анимашки. Итак. Вот он, глотательный рефлекс человека во всей красе. Со всеми действующими лицами. Так. Вот он. Вот он. Вот он. вот он.